Так, и продолжим наше заседание. И следующее сообщение предоставляется доктору Больштейн из Израиля на тему... Сейчас прочту. Важность контроля воспаления при диабетическом мукулярном отеке, роль стероидов и опыт применения азотекса при диабетическом мукулярном отеке. Микаэла Гольдштейн, руководитель отделения сетчатки офтальмологического подразделения медицинского центра Тель-Авив. Алла Борисовна, пожалуйста. Присaria Мак Warburg. Присажировалась планшета. Присажировалась rekноном在течество ф mesmo. Присаживалась парни « �айки продоводительственного центра Тель-Авив» «'m not еду», но коллектив萎, руководитель отделения и акваницей化 казалось supplying что вы both сказали на вопрос, что один из докторов задавал. И хочется подчеркнуть, что в своем сообщении она будет касаться некоторых аспектов, в том числе заданного вопроса сегодня, который прозвучал в первой части, и будет упоминать также то, что было в уже сказанных докладах. И, кроме того, Михаила подчеркивает, что для нее большое удовольствие быть снова с нами в России, потому что три раза, на самом деле, она уже была здесь на различных конференциях, и два раза с мужем просто в качестве туриста, чтобы посетить нашу страну, поэтому она очень рада быть здесь. И сегодня она будет говорить о роли азордекса в лечении пациентов с диабетическим окулярным отеком. В настоящее время существует большое количество многоцентровых рандомизированных клинических исследований, которые продемонстрировали эффективное лечение диабетического окулярного отека. Итак, у нас есть несколько заболеваний, у нас есть антивежев, вебасизумаб, ранебизумаб, афлиберсеп, и у нас есть азордекса. На сегодняшний день у нас есть различные возможности лечения, есть антивежев препараты, это авастин, ранебизумаб, алия, и, кроме того, азордекса. И вопрос состоит именно на сегодняшний день именно в том, какова же роль азордекса в лечении таких пациентов. Как уже говорил сегодня профессор Аметов, диабет – это метаболическое заболевание, и это заболевание, включающее метаболический стресс. Можно сказать, что каждая клетка в организме испытывает стресс из-за этого системного заболевания. И стресс активирует защитные механизмы, и, соответственно, клетки будут продуцировать VGF, цитокины, оксид азота и так далее. Итак, мы все знаем, что VGF есть важный роль в патогенезе диабетической макуларидимы. Но инфляммация также связана. И мы поговорим об этом, ведаясь к рационалу, почему мы должны использовать, или почему есть азордексификация в этих пациентах с диабетической макуларидимой. Мы все прекрасно знаем, что сосудистый эндотелиальный фактор роста VGF играет очень важную роль в патогенезе диабетического макулярного отека. Но в этом патогенезе участвуют также и воспаления. И вот именно, руководствуясь этим посылом, мы будем рассматривать, почему есть рациональное применение азордекса и почему оно эффективно в лечении диабетического макулярного отека. So, we know that many cytokines, not just VGF, is elevated in the serum and vitrose of patients with diabetic retinopathy. So, we can find, of course, elevation of VGFA, but also interleukins mainly, interleukin 1, 6 and 8, MCP, TNF-alpha and PG. Нужно сказать, что не только VGF при диабетической резинопатии обнаруживается в повышенной концентрации как в плазме, так и в стекловидном теле. Конечно же, мы встречаемся с VGFA, но кроме того и с интерleukin 1, 6 и 8. Кроме того, участвуют матричные металлопротеиназы, факторы микроза опухоли и плацентарные факторы роста повышены. So, RPE cells, retinal pigment epithelium cells and resident cells from other areas do produce cytokines, but not only the effect of the cytokines, but the cytokines themselves attract more inflammatory cells and all together they influence on the retinal vasopermeability and they increase the permeability in the retinal arteries. Мы знаем, что повышенный уровень cytokines сам играет роль в патогенезе, но кроме того, и пигментные epithelium сетчатки, и другие клетки, они продуцируют cytokines, которые сами cytokines привлекают клетки воспаления. И все это влияет на проницаемость сосудистой стенки, артерий, сетчатки. So, of course, that increased vasopermeability leads to vascular leakage and to the formation of macular edema. In addition, all those inflammatory cells that are attracted by the cytokines can also go into the blood vessels, adhere to the endotelium of the blood vessels and cause vascular obliteration. Первый фактор, о котором мы говорили, это повышение сосудистой проницаемости. Повышение сосудистой проницаемости приводит к повышенному просачиванию через сосудистую стенку и, соответственно, к формированию отёка. Но кроме того, мы должны помнить, что сами клетки воспаления в сосудах могут адгизироваться к сосудистой стенке и даже вызывать окклюзию сосудов. So, the state of a chronic hyperglycemia, oxidative stress, which is all over the body, and the endothelial dysfunction of the retinal blood cells, of the retinal arteries, they all lead to a cellular stress that induces inflammation. And as I mentioned before about the inflammatory cells, we need to know the term loikostasis, which loikostasis means the irreversible adherence, attachment, of those loku sites to the endothelium, which is actually essential for the disruption of the blood retinal barrier and the development of DMA. And this is what we want to attack. If we talk about the воспаление in the diabetic and molecular weight, there is a big role of chronic hyperglycemia and hyperglycemia, which is related to the stress and the endothelial dysfunction in the body. We already talked about the stress, which they are experiencing in клетки, induces the воспаление. And there is another important factor of the fatigines, which is the leikostasis. What is the leikostasis? This is the unabundable adgezia leikocis to endothelium, which plays a very important role in the violation of the gematoretinial barrier and the development of DMA. So the steroids, as we all know, are anti-inflammatory drugs and they can act on multiple pathways which are involved in the development of DMA, as I just explained. So they can block various steps involving leukostasis. They can reduce the inflammatory cell infiltration into the blood vessels and they can shut down the arachidonic acid pathway and as a consequence can shut down or inhibit the formation of prostaglandins and locutrients by blocking the enzyme phospholipase A. We all know, that steroids are anti-inflammatory drugs and they are anti-inflammatory drugs and they can act on the various ways that are involved in the pathogenesis of diabetes and macular. How do they act? The steroids, in particular, the metazone? They can block various stages that are happening in the leikostasis. They can reduce the infiltration of the blood vessels of the blood vessels and the blood vessels of the blood vessels of the blood vessels. They can reduce the arachidonic acid and, as a result, the blood vessels and, in order to form the formation of prostaglandins and eucotrients by blocking the phosfolipase A. So, I am not claiming, and I think, nobody in the world is claiming to say that steroids are not claiming that steroids are better than anti-VEGF. They are not better than anti-VEGF. But, in many cases, steroids can be comparable to anti-VEGF in regards to visual acuity. The steroids play a major role, as I have explained, in the inflammation process which is part of the pathogenesis of BME. When we use steroid treatment in those patients, we definitely need less injections than when receiving anti-VEGF. Regarding the adverse event of elevation in intraocular pressure, it does happen, but usually, it is transient and well controlled with topical medication. We do have evidence that it's very hard to treat patients as someone has asked before, patients with long duration of edema or patients who had vitrectomy, those patients do respond to other drugs. It's very safe to apply patients which are at high risk of thromboembolic events, patients with recent cerebrovascular events and it's very safe during pregnancy. the treatment of steroids that is of the diabetes of the ocular of the disease, which is the problem that is that we can say about this? about this? The world and the Mikaela in the world and the Mikaela in particular, that steroids are better than anti-VEGF in terms of the stress of the brain. But, in many cases, these drugs can be сравнities that steroids are very important and important role in the hospital which is in the diabetes of the ocular. При use Azordeca needs less more than than the effects. In particular, it is that, it happens, but, as a rule, it is and the drug drug universe the drug drug in the event, so, it is the drug 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 Что касается безопасности, препарат можно безопасно применять у тех пациентов, у которых имеется высокий риск тромбоэмболических осложнений, в частности инсультов. И еще один фактор, факт, что этот препарат можно совершенно безопасно использовать у беременных. Шон уже показал, что он исследовал изменения в концентрации вирус-ситокинах и ВГФ в концентрации пациентов с диабетическим ротинопатом. Это пациенты, которые имели макулародима и были восприниманы либо с певасизумом, авастиномом или тримсиноломомом. Была опубликована очень интересная работа, ее автор Шон и соавторы, которые исследовали изменения в концентрации различных цитокинов в водянистой влаге после интравитриальной инъекции триампсинолона по сравнению с певасизумомом у пациентов с диабетическим макуларным отеком. Авторам удалось показать, что при применении триампсинолона происходит значительное снижение уровня интерлекина, в частности, интерлекина 6 и 8. И снижение уровня ВГФ. Если же говорить о певасизума, то после таких инъекций наблюдалось снижение уровня только ВГФ. То есть, здесь есть группы пациентов, которые отвечают на анти-ВГФ. Они probably имеют в виду высокого уровня в ВГФ и они отвечают очень хорошо в ВГФ. But on the contrary, we have this group of patients, which probably have lower levels of VGF in their vitrus and high levels of non-VGF mediators, such as the interleukin, and they would not respond that well to anti-VGF, and they would benefit significantly from the use of steroids. Можно разделить всех пациентов на две группы. Одни пациенты отвечают на лечение анти-ВГФ препаратами, и мы можем предположить, что у них имеются высокие уровни ВГФ в стекловидном теле, и тогда они будут хорошо отвечать на лечение анти-ВГФ препаратами. Другая группа пациентов, это как раз те, кто плохо отвечает на лечение анти-ВГФ, и мы можем предположить, соответственно, что у них имеются низкие уровни ВГФ, но высокие уровни не-ВГФ медиаторов, например, интерleukin. И они как раз будут плохо отвечать на лечение анти-ВГФ препаратами. Как уже говорилось, кортикостероиды, азордеф в частности, имеют очень широкий вектор действия и влияют не только на ВГФ. И таким образом они могут быть очень ценные возможности, очень ценные для лечения пациентов с диабетическим окулярным отеком, как раз тех пациентов, у которых имеется многофакторный патогенез развития этого заболевания. А теперь я перейду к клиническим случаям, сказала Микаэла. Снижение остроты зрения правого глаза в течение последних двух месяцев. Признаки диабетического окулярного отека вы видите ангиограмму с большим количеством микроанебризм и со значительным просачиванием. И вы видите значительный отек по данным оптической гигаретной томографии. Она получила три инъекции Бевоцезумаба и фокальную лазеркоагуляцию. Но лазеркоагуляция не помогла, поэтому она still имеет значительную дедиму. Таким образом она смотрит после трех месяцев инъекций Бевоцезумаба и фокальную лазеркоагуляцию. Почему было принято решение о лазеркоагуляции? Как вы видели, у нее имелось достаточное количество микроанебризм. И возникла идея о том, что может быть фокальная лазеркоагуляция именно этих микроанебризм позволит справиться с отеком. Но несмотря на лазеркоагуляцию и три ежемесячных инъекции Бевоцезумаба, вот это состояние пациентки на момент обращения. То есть мы инъекцируем Озердец, и как в течение 1 месяца после Озердец, она у нее почти complete снижение о едема. Они имеют революция, но это действительно значительное увеличение. 2 месяца после инъекции Озердец, она уникла даже лучше снижение о едема. Однако 3 месяца после Озердец инъекции, она уникла. Через месяц после инъекции Азордекса, обратите внимание, насколько улучшилось состояние для пациентки, имеются остаточные интраритинальные кисты, но в целом можно сказать, что отек практически ушел. Через два месяца состояние еще даже лучше, можно сказать, что практически полностью отек ликвидирован, однако через три месяца рецидив отека. Каков же алгоритм лечения таких пациентов? Конечно, необходимо оценить сначала все системные факторы. В частности, контроль гликемии и сопутствующие заболевания. И после этого уже перейти к офтальмологическому осмотру. Если у пациентов нет макулярного отека, можно назначать им повторные визиты с обязательным проведением и авторитетом. Если же отек очень небольшой, не затрагивает центр фовия и сохраненной хорошей остротой зрения, тоже можно ограничиться наблюдением. Можно иногда провести лазер-коагуляцию мигро-аневризм в таких ситуациях. Но мы говорим о этой группе пациентов, которые имеют значительную макулярную отеку, которые возникают фовия, вместе с уменьшением визуальной осмотровности. И эти пациенты, которые мы должны воспринимать, мы можем начать с анти-ВЕГЕФ или с пациентами. Мы можем обязательно использовать оцер-дец как первая лазер-классная 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 лазер. Однако мы должны наибольшее внимание уделить той группе пациентов, у которых имеется значительный макулярный отек с захватом центра фовия и снижением остроты зрения. У этих пациентов можно воспользоваться анти-ВЕГЕФ препаратами. У пациентов с псевдофакией можно воспользоваться азор-децом как препаратом первой линии, но об этом еще будет дальше идти речь. У большинства пациентов мы начинаем с анти-ВЕГЕФ терапии, но когда же можно начать и с азордепса? So, protocol T by the DRCR NET, which was the first study to evaluate the efficacy of the three анти-ВЕГЕФ, Bevacizumab, Ranibizumab, and Afliborceb, has shown that after two years of study, there was a significant improvement in visual acuity in all three groups of анти-ВЕГЕФ, анти-ВЕГЕФ, whether there was about an improvement of 10 letters for the Bevacizumab and 12 letters for the Afliborceb. Исследование DRCR NET впервые провело сравнительную оценку воздействия трех препаратов, Bevacizumab, анти-ВЕГЕФ препаратов, это был Bevacizumab, Ranibizumab и Afliborceb, и через... They got injection for two years. Они получали инъекции в течение двух лет, и, как вы видите, у них был отмечен достаточно быстро хороший эффект, который был отмечен во всех трех группах. Можно сказать, что к концу срока наблюдения у Bevacizumab было увеличение на 10 букв, а у Afliborceb на 12,8, но в целом можно сказать, что все группы получили благоприятный результат от такого лечения. Yes, so all groups had an improvement in visual acuity with no significant difference between the groups. But when we look at the patients, some group of patients that started with the worst visual acuity of 20,50 or less, they had a higher benefit if they got Afliborceb compared to Ucetis or Avastin. Однако, если мы будем рассматривать всех пациентов в целом, если мы выделим ту группу пациентов, у которых имелась более низкая острота зрения, это 20,5, то у этих пациентов, как вы видите, наилучший эффект был получен при применении Afliborceb. So these are very good results. But these very good results were achieved with the mean number of injections of between 15 to 16 number of injections during the two years of the study. Patients receive on average 9 injections during the first year and on average 6 injections during the second year. So what about steroids? The regulatory approval for steroids by the European authorities, the MEA, states that Ostevex is indicated for the treatment of adult patients with visual impairment due to DME who are pseudophacic or who are considered insufficiency responsive to or unsuitable for non-corticosteroid therapy. So the MEA does suggest Ostevex to give us a first-line treatment, but it limits it or it suggests it should be limited more to pseudophacic patients or patients who have already received anti-VEGF and were found to be non-responsive. Каковы же законодательные, регуляторные документы, которые имеются по использованию Ostevex при диабетическом окулярном отеке? Европейское агентство Ostevex указывает, что Ostevex показан для лечения взрослых пациентов с нарушением зрения вследствие диабетического окулярного отека как препарат первой линии. Для каких пациентов? Для тех, которые имеют псевдофакию или у тех, у кого имеется недостаточный ответ или невозможно применение не-кортикостероидной терапии. Таким образом, MEA ограничивает лечение Ostevex как препаратом первой линии для псевдофакии и для тех пациентов, которые уже получали терапию анти-VEGF и у которых она оказалась неэффективной. The FDA, which is usually more strict with its recommendation, in the case of Ostevex is more liberal and according to the FDA label in the United States, Ostevex is indicated for the treatment of patients with MEA and they don't limit it to younger patients, older patients or patients who are pseudofакии. So it can be used as a first-line treatment in all patients with MEA. So let's look at the effect of steroids in patients who are pseudofacic. So, Tzodiacinolone was already evaluated in Protocol I of the DRCR net which Professor Shadrietyuk has shown before. So in Protocol I, patients were randomized to receive RANIPISUMA plus immediate or deferred laser versus triacinolone versus laser alone. We are now looking at the use of patients with pseudofakia. And here we can look at the protocol of the DRCR net which was mentioned in his article You have the proof. So yes. In this study we are looking at the impact of anti-VGF in combination with lager and и влияние триампцинолона в сочетании с лазерным лечением как неотложным, так и отсроченным. Вот на этом слайде представлена группа пациентов. Первая группа – это симуляции инъекции с неотложной лазеркоагуляцией. Вторая группа – ранебезумап с неотложной лазеркоагуляцией. Третья группа – ранебезумап с отсроченной лазеркоагуляцией. И четвертая – триампцинолон с неотложной лазеркоагуляцией. На этом слайде, который вы сегодня уже видели в сообщении Федора Евгеньевича, показан эффект различных препаратов в сочетании с лазеркоагуляцией у пациентов с псевдофакией. Желтым обозначен триамциналон и, как вы видите, эффект в отношении остроты зрения у пациентов, получавших триамциналон с неотложной лазеркоагуляцией, был сопоставим с теми данными, которые были получены в группе Ренибезумабос неотложной лазеркоагуляции и Ренибезумабос отсроченной лазеркоагуляции. So, триамциналон has been shown to be efficacious and to improve visual acuity in pseudofакив patients, quite similar to Rенибезумаб. However, it does have a significant percentage of side effects. So, 40% of the patients in the триамциналон group had an elevation of intraocular pressure by 10 mmHg or more, and nearly a third of the patients required initiation of IOP-lowering medications therapy. Таким образом, как мы сказали, триамциналон позволил получить результаты, сопоставимые с группой Ренибезумаба с отсроченным и неотложным лазерным лечением. Однако, количество побочных эффектов при этом было достаточно значительным. Увеличение внутриглазного давления на 10 и более миллиметров тутного столба от исходного наблюдалось в 42% случаев. А те пациенты, которым необходимо было начать гипотензивную местную терапию, составили около трети в этой группе. Казахстан This is a 52-year-old male, whose past medical history, so he has diabetes for about 15 years, but he's very bad, has very poor control. And he also has hypertension, he was a heavy smoker, and he has COPD. And he had several attacks of cerebrovascular events. And he's on these medications at the moment. And his past ocular history is very rich, so he had proliferative diabetic retinopathy in both eyes, he underwent laser photocoagulation in both eyes, he had Avastin in both eyes, he had a trectomy in both eyes, and he had persistent diabetic macular edema, but because he was a patient with such a poor control and such a poor compliance, he was lost to follow-up since 2012. Okay. And in the moment of the study, he got a large medical therapy, and as a result of an anamnesia, he had a proliferative diabetic retinopathy, he was able to get a regress after panretinal laser-coagulation, he had an injection of Avastin in both eyes, and in both eyes, he had a vitrectomy through the thin air of the body, and he had a persistent diabetic diabetic retinopathy, but as I said, he was a patient with a very poor control of glycogen, and he was a patient with a very poor compliance, and so he was a patient with a very poor compliance, and so he just didn't appear to be able to see him. So these are his pictures from 2011 and 2012. In the left eye he had no pictures because at the time he had vitreous hemorrhage, and in the right eye we can see a severe macular edema with a huge amount of interregional fluid and interregional assist. And this is his left eye, and this time, one year later, he had a significant macular edema in the left eye, and now the right eye has vitreous hemorrhage, and we couldn't take pictures of the right eye. So, as I said, he was lost to follow-up. This was in 2012, and we did not see him until 2014, when he was admitted again to our hospital in Tel Aviv for rehabilitation after having a another cerebral vascular accident. So, while he was in rehabilitation, he was complaining that his vision is very blurred, and he asked to see an eye doctor. So, his vision was 660 in the right eye and 612 in the left, and he had mild cataract in both eyes, and on phantosis examination, he had this amount of significant edema in the right eye, and an edema slightly better in the left eye. Yes, absolutely. Yes, absolutely. So, since we haven't seen him for 2 years, and as I showed you 2 years before, he had quite the same amount of edema, I assume that for the past 2 years or so, this was the edema he was going with. So, we injected Osodex in both eyes. Usually, we don't inject Osodex in both eyes on the same day. Usually, we do it a few days, 1 week apart or 2 weeks apart, and he was injected in the right eye on the 13th of February, and this is already 2 weeks later, after having such an edema for such a long time, 2 weeks later, already we can see the vertical cut and the horizontal cut, we can see nearly complete resolution of the edema. So, this is the case. In the case of Osodex in both eyes. And he also improved vision from 6,60 to 6,50. This may answer your question you asked before, and he also improved vision from 6,60 to 6,50. So, Dr. Shadrichev replied about those patients with chronic macular edema that it seems that even after having macular edema for a very long period of time, they can respond even very quickly when they are injected with Osodex. In the left eye, we injected two weeks later, and again, similar effect, two weeks after the injection, he was injected here, and two weeks after, three weeks after the injection, he shows a complete effect. So, Dr. Shadrichev had a complete resolution of the edema and had a stable vision of 6,12. On this slide, there is the condition of the patients before injection, after injection. This is the left eye. And as you can see, without the chance of a complete resolution of macular adema, it has a significant increase in effect of the terms of oscillation, which would be 6,9. И это открытозрение оставалось стабильной. И этот пациент был вновь потерян для наблюдения, то есть он не находился под постоянным наблюдением, поэтому сказать, насколько длительно сохранялся положительный эффект азордекса по этому пациенту невозможно, однако можно сделать вывод о том, что даже у такого пациента с длительно существующим окулярным отеком отмечался выраженный положительный эффект от применения азордекса. И еще очень важное исследование касающееся азордекса, это исследование, посвященное макулярному отеку и оценке имплантатов с дексаметазоном у таких пациентов, это исследование третьей фазы, многоцентровое, маскированное, ракомизированное, с контролем симуляции инъекций исследований продолжавшееся три года. Что касается дизайна исследования, в исследовании имелось три группы, первая группа получала 700 микрограмм дексаметазоны, вторая 350 микрограмм имплантата, третья группа это симуляция инъекции. Пациенты наблюдали, оценивали каждые три месяца, однако даже при наличии показаний инъекция могла имплант быть произведена только каждые шесть месяцев. Такой был дизайн исследования, на сегодняшний день мы знаем, что максимальный эффект у большинства пациентов наблюдается со второго по третий месяц после инъекции, и наверное многим этим пациентам следовало бы проводить инъекции и раньше, но такое было дизайн исследование, поэтому инъекции осуществлялись каждые шесть месяцев при наличии показаний. Нужно отметить в том, что касается этого исследования, что в исследовании были включены пациенты с достаточно длительным существованием мукулярного отека. Средняя длительность составляла 15 месяцев, так что мы можем сказать, что у этих пациентов, у многих из них, длительность была очень и очень большой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА the entire group of patients that participated in the study. But when we look at the псевдофакий group of patients, we can see that the improvement in visual activity, which was achieved early, was very well sustained with repeated injections of Osrodex, as I said, every six months. When we look at the patients that improving vision by 15 letters or more, so three lines improvement in vision, we can see the blue line is the patients that receive the Osrodex. We can see that quite rapidly they have an improvement of three lines in vision, and as we continue to re-inject the Osrodex, we can see that there is even a further improvement in the percentage of patients that have again 15 letters or more in vision. If we look at patients who have improved vision by 15 letters or more, then you can see that in the first months of observation they have significantly improved vision. And you can see it here also shown in a different way that after three years of the study there were 22% of patients that had a gain of three lines in vision. And there were nearly 10% of patients that had a gain of four lines or 20 letters in vision. And now, if we look at the results, if we look at the results, we can see that the patients who had more than 15 letters after three months of participation in clinical research, And the important thing is the intraocular pressure. We all talk about the intraocular pressure, which happens after Osrodex injection. So, Maturides was published in Retina this year, looked at the intraocular pressure in those patients that participated in the three-year lead study. And they found that an increase of 10 mmHg or more occurred in about 27% of patients that received the Osrodex 700 mcg, which is the concentration that is labelled. However, what is important to show is that after repeated injections, the fact that the patients received repeated injections did not increase the percentage of patients who had an elevation in IOB. В журнале Retina Maturii с авторами была в этом году опубликована работа, исследовавшая пациентов с повышением внутриглазного давления. Мы все знаем, что это очень важный побочный эффект, который мы постоянно обсуждаем при применении этого препарата. Так вот оказалось, что повышение внутриглазного давления на 10 мм клубного столба и более произошло в 27,7% в группе, которая получала имплантат Азордец с 700 мкг. то есть это официально принятая концентрация препаратов в имплантате. И как вы видите, что особенно важно и интересно, что при повторных инъекциях, а мы знаем с вами, что эти пациенты в исследовании МИД получали инъекции каждые 6 месяцев, количество пациентов с повышением внутриглазного давления на 10 мм и более не возросло. So this is a very important paper because we all know that diabetes is a chronic disease and diabetic macular edema is a chronic disease. And in many cases, those patients do need repeated injections. So the fact that we can show here that even though they have an increase in IOB, it will not increase furthermore after repeated injections is very reassuring for treating them again and again with OZEVIX if it's beneficial for them. This is a very important result, because we all know that diabetes is a chronic disease, diabetes is a chronic disease and a chronic disease and many patients need a повторной инъекции. So the moment, that the number of patients with increasing the blood pressure and the blood pressure is not increased, and the blood pressure is not increased, and the blood pressure is not increased, allows us to talk about, that obviously, this group of patients are possible for these patients. возможны. Конечно, этим пациентам требовалась гипотензивная терапия, и в частности, в группе с имплантатом азортехса из 700 микрограмм, в 40% случаев требовалось применение местной гипотензивной терапии. Однако, следует отметить, что с этой местной гипотензивной терапией удавалось добиться контроля внутриглазного давления. И только одному пациенту из каждой группы пациентов, около 1000 пациентов, только один пациент требовал фильтрованную операцию, потому что не контролируется. В группе получавших имплантаты с дексаметазоном потребовались фистулизирующие вмешательства. То есть, из всего этого массива пациентов, крайне малому количеству пациентов потребовались фистулизирующие оперативные вмешательства. Как мы видим здесь, один пациент — это термикулектомия, один пациент — это диодонтомия, один пациент — это дилитектомия, и один — это тропикулоклассия. Я говорю о 700 микрограммах, которая является концентрацией, которая в рынке доступна на рынке. Если говорить о концентрации дексиметазона в имплантатах, которые имеется на сегодняшний день на рынке, то обратите внимание именно в этой группе на количество оперативных вмешательств. Тробекулакотомия один случай, ревектомия один случай, ревектомия один случай, лазерный тропекулопластик один случай. Окей, regarding катаракт, as expected, quite a high percentage of patients develop катаракт, since this is a three-year study, and patients received repeated injections, so it was expected that they would develop катаракт, so nearly two-thirds of the patients did develop катаракт. Уже имели катаракту, но следует отметить, что это же исследование проводилось в течение трех лет, и проводились повторные инъекции азурдекса, поэтому такой результат был ожидаем. Как вы видите, в подавляющем большинстве этих пациентов была произведена экстракция катаракты, и как раз это, наверное, объясняет тот слайд, тот график, который я показывала, который Микайла показывала. И на котором было показано в общей популяции пациентов, участвовавших в исследовании, улучшение остроты зрения после экстракции катаракты. This is another study which was performed in France, it's called the Monsart study, which is a retrospective multicenter study, which looked at 74 patients who had an ozolox injection. В результате последовательного время не было так долго, было около 10 месяцев, и в результате инъекций, которые пациент получил, было 1.2 в 6 месяцев. Я бы сказал, что на average, как они обнаружили, было 5.4 месяцев, чтобы реинъектировать пациента. Это 9.8 месяцев. Среднее количество инъекций 1.2 за 6 месяцев. Среднее время до повторной инъекции составляло 5.4 месяца. 27% из пациентов получили 15 лет или больше в зоне. 8.5 букв за 2 месяца и в 20. И далее еще практически сохранение, улучшение остроты зрения в 6 месяцев. Месяцем от 27% приобрели более 15 букв в 6 месяцу. На этом слайде показано улучшение остроты зрения и уменьшение толщины сетчатки. И, когда мы смотрим наany, намно, на количество в пациентах, учитывая 1, 2 или 3 вези в зоне, мы можем увидеть, что после 6 месяцев, есть еще 73% от пациента, учитывая 5 лет в зоне, учитывая, 1 лайн и даже 50% от пациентов, учитывая 2 в зоне в зоне. И еще один график, на котором показано улучшение остроты зрения. Обратите внимание, что даже к шестому месяцу отмечалось значительное улучшение остроты зрения. У более чем у 73% пациентов имелось улучшение на одну строку, то есть на 5 букв, а у 50% имелось улучшение на 10 букв, что составляет две строки. И я хочу повторять, что несмотря на то, что исследование было ретроспективным, но оно руководствовало практически теми же критериями, что исследование МИД, в нем также был получен хороший результат по улучшению остроты зрения. Вот они показали, что для тех, кто были наивные пациенты, которые не имеют очень долгое время, результаты были даже лучше. И мы знаем, что более долгое время, И если вам идет океанстве недоразухи и эдеме, то есть возможности увеличить визуально, и у нас много не было одной ничьей. Поэтому, как у нас всего одинаковый результат, но, конечно, по сравнению к сезидной мученице, в результате, нижние визуально определенные возможности, на увеличение сезидной мученицы. Позиция ожидаёт этого наивного пациента уже лучше, чем лично улучшения одежды, которые имели более долгое время и были надежны с теми же антикоидными пациppers прежде чемпородоваться. В этом исследовании было также показано, что те пациенты, которые ранее не получали лечения по поводу макулярного отека и длительность отека у них была небольшой, они имели наилучший ответ на лечение. Мы прекрасно знаем, что чем более длительно существует макулярный отек, тем меньше мы можем ожидать хорошего эффекта от лечения. И наоборот, те пациенты, у которых имелся более длительный период существования макулярного отека, которые ранее уже получали антивиджек терапию, имели несколько худший ответ на терапию. Спасибо за субтитры. И еще одно важное исследование, это исследование с Чемплейн, в котором исследовали пациентов, уже перенесших витрактомию, как уже говорил сегодня профессор Астапов, введение азурдекса оказалось безопасным и эффективным у таких пациентов. А мы знаем прекрасно, что у многих пациентов с диабетической резинопатией приходится производить витрактомию, как и при пролиферативной диабетической резинопатии, так и по показаниям при диабетическом окулярном отеке. Это было перспективное многоцентровое открытое исследование, 26 недель оно продолжалось, 55 пациентов в нем участвовали. Таким образом, даже в этой группе очень тяжелых пациентов, пациентов с кроникой макуларидима, 30% пациентов после 2-3 месяца получили 10 лет в виде зрения. И на этих графиках представлены результаты по остроте зрения. Через 2-3 месяца увеличение на 10 и более букв имелось у третьих процентов, у 30%. Через 6 месяцев улучшение на одну строку надмечалось 40% случаев, то есть на 5 букв. Еще одно исследование, которое бы сегодня хотелось бы сказать, это исследование Бевардекс, оно проводилось в Австралии. В нем сравнивалось действие Бевардекс и Зумаба по сравнению с Азурдексом, то есть имплантатом с дексаметазоном при диабетическом окулярном отеке. И это было 2-летворное исследование, и с которыми усилием Бевардекс в результате было, на регионе, 9 лет в Бевардексома группе, и примерно 7 лет в Дексаметазом группе. И хотя бы это было лучше, но это не было статистического значения, может быть, потому что довольно небольшое количество пациентов в каждой группе. Они сделали анализ и посмотрели только на группу судофакивных пациентов, которые учились в исследовании судофакивных. Так что 10 пациентов в группе и 16 пациентов в группе. И они обнаружили, что в этой группе судофакивных пациентов, они сделали немного лучше с оцердексом, с большим увеличением визуально 9 пациентов в оцердекс и 7.7 пациентов в пациентах. Вновь, эта разница не была статистически значительной, потому что эти группы очень маленькие. В этом исследовании была выделена группа пациентов в псевдофакии. Это было 10 пациентов, получавших бевоцезумаб, и 16 пациентов, получавших азурдекс. Что касается остроты зрения через 2 года, то вы видите, что у бевоцезумаба улучшение составляло 7.7, а при использовании имплантатов с дексаметазоном 8.9 групп, то есть даже несколько лучше, чем в группе бевоцезумаба. Однако и здесь из-за небольшого количества пациентов результаты не являются статистически значимыми. И если мы рассмотрим при этом их график, касающийся всех пациентов в целом и тех пациентов в псевдофакии, мы видим, что в обоих случаях был получен положительный результат. Они были также похожи на значение увеличения в макулародеме. Как мы видим здесь, что в начале была разница, но в конце 2 года, они были очень похожи на значение в макулародеме для пациентов в двух группах. исследователи рассмотрели также уменьшение толщины сетчатки. Как вы видите, в начале различие между группами существовало, однако к 2 годам наблюдения в обеих группах были получены одинаковые результаты по толщине сетчатки в центральной зоне. Они делали пост-хок анализы, смотря на художественные пациенты в этих пациентов. Вы знаете, в многих макулародемах, особенно в макулародемах, мы видим значительные массы лимпидов и художественных пациентов в ретинах. И они показали, что в пациентах в группах были более быстрые регрессы отечественных пациентов, в сравнении с тем, что были в пациентах в макулародеме. В этом исследовании был проведен также пост-хок анализ твердых эксудатов. Мы с вами прекрасно знаем, что при разрешении макуларного отека может формироваться достаточно большое количество твердых эксудатов. Так вот, в этом исследовании оказалось, что больший и более быстрый регресс твердых эксудатов наблюдался в группе с применением азурдекса по сравнению с группой пиоцизумаба. И большая разница, конечно же, это количество инъекций, как ожидалось. Таким образом, эти довольно семилые результаты между двумя группами могут быть достигнуты на уровне 5.1 инъекций в два года исследования с азурдекс и на уровне 14 инъекций в два года исследования. И таким образом, в этом исследовании при анализе количества инъекций было показано, что приблизительно одни и те же результаты по эффективности были получены при 5.1 инъекции дексаметазона за имплата азурдекс в течение двух лет и 14 инъекциях пиоцизумаба. Я думаю, что я заберем. Это небольшой исследователь, но это также показало эффективность дексаметазона как второго лагеря в пациентах с кроникой и резистентной ДМИ. Это небольшой группой дексаметазона и 7-летия. в сотрудничестве с диабетологами, и многие из молодых приходят на практическую обучение каждые 6 месяцев в отделе оптимологического отделения. В любом случае, она услышала о фишечном университете во время ее рождения, и когда мы начали спросить, она сказала, что она тоже получила какие-то фишечные университеты во время рождения. Она поступила в клинику на втором триместре беременности из-за неконтролируемой гипергликемии. Вообще она была полностью неконтролируема, у нее не имелось каких-либо данных по оптимологическому анамнезу ранее, однако при опросе было выявлено, что и раньше у нее были нарушения зрения, а при беременности, она была на втором триместре беременности, у нее наблюдались выраженные нарушения остроты зрения. И следует отметить также, что эта пациентка, в отличие от многих пациентов, наблюдающихся диабетологом в госпитале в Израиле, не проходила постоянного клинического наблюдения офтальмологом, а в подавляющем большинстве случаев пациенты даже при отсутствии изменений, молодые пациенты с диабетом типа 1, наблюдаются раз в 6 месяцев, осматриваются офтальмологом. Заводимая, она обслуживает в шейках с 0.60 и с 0.50 и с 0.50 и с 0.50. Эта сийка была 16 с 0.50. Возвращении с 2.50 и с 0.50 и с 0.50 и с 0.50. Возвращении с 0.50 и 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 0.50. Она была наше с 0.50 и с 0.50 и 0.50 и 0.50, У этой пациентки имелось острота зрения обоих глаз составлявшая 6 пятнадцатых с диафрагмой малого диаметра, передний сегмент без особенностей, не было катаракты, на глазном дне отмечались многочисленные геморрагии, водообразные очаги и микроаневризмы, что соответствовало непролиферативной диабетической резинопатии. При УКТ, как вы видите, небольшой макулярный отек на правом глазу и отек в основном с носовой стороны на левом глазу. Поскольку отек был небольшим, было принято решение о наблюдении без лечения и пациентке рекомендовали львиться через 6 недель, что она и сделала. На этом визите уже было проведено определение рефракции и откоррегированное острота зрения оказалась даже лучше. Однако при проведении обследования по данным оптической георгентной томографии, как вы видите, имелось значительное увеличение макулярного отека. Что мы знаем о анти-ВЕГФ, о том, что концентрация в плазме. Мы знаем из исследований, которые проведены в РАПИД, что бевасизумаб может быть подтвержден в плазме активно 1 месяц после инъекции. Чтобы принять решение о том, какое лечение ей могло быть выполнено, мы обратились к данным исследований. В частности, было показано, что в экспериментах, что у кроликов после интервейального обведения бевасизумаба в сыворотке крови бевасизумаб был определен до 1 месяца после инъекции. И также мы знаем, что в пациентах с диабетом, диабетическая ретинопатия, опять же, сыворотки бевасизумаба могут быть подтверждены 1, 9 и 30 дней после инъекции. И в другом исследовании было также показано на пациентах с диабетом 2 тип 2, что бевасизумаб мог быть обнаружен в сыворотке крови через 1, 9 и даже через 30 дней после инъекции. Не только так, но и так, что он уменьшит значительно концентрацию ВЕДЖФ в плазме. Но и так, что мы опасались за такое резкое снижение концентрации ВЕДЖФ и эффект этого снижения в отношении плода. Таким образом, мы знаем, что ВЕДЖФ не хорошо и может быть тератогеновым. что касается ВЕДЖФ и беременности, к сожалению, публикаций по этому поводу не так уж и много. Мы все знаем, что анти-ВЕДЖФ может оказывать тератогенный эффект. И в частности, если мы вспомним историю 50-летней давности, талидомид это же тоже анти-ВЕДЖФ препарат. Вот, чтобы показать вам, две случаи подруги, у нас есть специальные универсиезы, и у нас есть специальные универсиазы, who received several injections during pregnancy and they were okay. And on the contrary, 200 case reports in which two female, one with diabetes and one with CMV, were injected with anti-VEGF and they had a loss of pregnancy between 7 to 10 days after the injection. So we really don't know. We have a patient with diabetes, which is a patient with diabetes, which is a patient with diabetes, which is a patient with diabetes. And all the body and the состояниes of the birth were normal. However, there were other cases in which one was a patient with diabetes, and the other was a patient with diabetes. But in this case, after 7 to 10 days, the patient had a release after the injection. So this is another young diabetic patient who was pregnant, and she had diabetes since the age of 17. And she first came to us when she was 15 weeks pregnant. And she's already stood up in both eyes and complains of severe vision deterioration in both eyes. So on admission, her vision was 6.20 on the right and 6.30 on the left, and she was super-fucking-бой. And she was super-fucking-бой. So on admission, her vision was 6.20 on the right and 6.30 on the left, and she was super-fucking-бой. And this was her macular edema in the right eye, and this was her macular edema in the left eye. On top of it, she had bilateral swollen disc with PDR, so we thought she was totally out of control, and she had bilateral diabetic papillopathy with PDR and with severe macular edema. So we started doing laser PRP in both eyes, and we injected orthodex in both eyes. And as you can see, we injected it 3 days apart. As I told you, we very very seldom inject orthodex in the same day in both eyes. And that's why i got an interference. It was a lanç of hematopathy! Anxopathy, assessing the patient's effect. 说 for the patient's effect. Anxopathy, assessing the bulimia, Publimate, a pain and a retinopathy, which was an infection of the shell, and a tumor began intact. It was a pain and a patient's effect on her face. It took place a lifetime of the impression of the hematopathy, and it was a procedure, and a cancer of the hematopathy, So through her face, it was probably an infection with a tumor, крайне редко проводит инъекция за перцемок глаза в один день через два месяца после выполненной инъекции у нее по-прежнему сохранился отек диска однако вы видите, что состояние молокулярной зоны значительно улучшилось с уменьшением толщины сетчатки и острое отозрение также возросло три месяца после азурдекса она пришла с ветросеморажей на правом глазе, как вы видите, вы можете видеть фангусы, но на правом глазе она уничтожает очень хорошую фокалку, может быть, с минимальной микрохождением диска через три месяца после инъекции азурдекса на правом глазу у пациентки отмечалось кровоизлияние всекловедное тело вследствие проекретивно-диабетической retinopатии на левом глазу уже был регресс проекретивно-диабетической retinopатии, как вы видите, в центральной зоне состояние, ну, может быть, с очень небольшим рецидивом окулярного отека то есть в 2 месяце после инъекции, она имеет точную обоснованность у review. в believe, что она имеет 3 месяца после инъекции. Но она совсем после инъекции, она имеет 9 месяца это 的имором в боевом, а так что в реакции от отечения с Response 2 и Т hemos воображado 2 месяца даже ее передним в боевом снизу у группироваля, потому что она уничтожает с точки зрения как boa, и уточная воздельная кожа, через 7 месяцев после инъекции азурдекса, к этому моменту у пациентки уже состоялись нормальные роды, сохранилось улучшение астротезиения до пяти десятых, однако, как вы видите, по данному КТ имеется децидив макулярного отека. Учитывая хороший ответ на первую инъекцию азурдекса, было принято решение о повторной инъекции азурдекса, которая была выполнена, и через 6 недель после второй инъекции азурдекса вы видите улучшение астроты зрения и меньшую толщину сетчатки и улучшение состояния макулярного отека. И у этой пациентки удалось пронаблюдать ее достаточно долго, через 5 месяцев после инъекции азурдекса, вы видите, у нее сохраняется по-прежнему хорошая астрота зрения и практически полная отсутствие зрения. Макулярного отека, хотя прошло уже 5 месяцев. Макулярного отека, я думаю, уже 8 месяцев после второго инъекции азурдекса. Макулярного отека. Макулярного отека. Макулярного отека. Макулярного отека. И, так сказать, это возможно один из тех пациентов, кто не соответствует антифеечессы и может быть более возможен оцодекса в будущем. Следующий визит состоялся приблизительно через 8 месяцев, и здесь вы видите, у пациентки было кровоизлияние в стекловидное тело вследствие пролиферативной диабетической ретинопатии, и в связи с тем, что уже была выполнена пановитинальная лазеркоагуляция, на этот раз было принято решение обведения бевоцизумаба, который был выполнен, и затем через 3 месяца последняя реакция, по КТ, вы видите, у нее имеется рецидив макулярного отека, и очевидно это как раз та пациентка, которая плохо реагирует на антивиджиотерапию. И следует сказать, что у пациентки, которые могут быть исчезаемым в кестре в этой пациентке. с диабетом все чаще разрешают беременность и поэтому количество таких пациентов будет возрастать поэтому можно сказать что таким пациенткам можно безопасно пополнять инъекции и это еще один случай из 59-летней женщины, которая была диабетом 18 лет и она также имеет хипотенцию и она также провела ванную 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 в 2014 году и она приходит с улучшенной визой в обеих глазах еще один клинический случай, 59-летняя женщина с диабетом тип 2 в течение 18 лет у нее имелась гиперлепидемия, артериальная гипертензия в январе 2014 года она перенесла нарушение мозгового кровообращения и обратилась с жалобами на снижение острота зрения обоих глаз это декабрь 2014 года, данные по остроте зрения, правый глаз 6-24, левый 6-30 у нее отмечалась ядерная катаракта несколько больше на левом глазу и она получила три меню м parfois 고�enden любез orange но она неергетовала на Sahib Wentkoccer tôi continued еще следующую группу и я не думала, что это модерн кто называется скорее рождение но она получила шесть новых receptа и как я вижу вам много Freeze на этой пациентке было выполнено три инъекции, три последовательных ежемесячных инъекции Люцентиса по поводу диабетического макулярного отека, однако от хорошего ответа получить не удалось. Несмотря на это было принято решение еще об одной серии инъекций Люцентиса, три инъекции ежемесячно, потому что возможно эта пациентка относилась бы к группе тех, у кого наблюдается поздние от ВИАТ. So, she did receive OZODEX in both eyes, and as you can see she was, since she's leaving, she's not from Tel Aviv, she's from quite a remote part in Israel, so she received OZODEX in July, and then in September she was examined where she lived, and she had an improvement in visual acuity, the pressure was okay, but I saw her again only three and a half months after the OZODEX, and actually there was still quite marked in the right eye, but an improvement in the left, and then I injected again OZODEX in both eyes. Поскольку у этой пациентки не было получено положительного ответа в окулярного отека на 6 инъекций луцентиса, было принято решение о выполнении инъекций азордексового глаза, что и было выполнено. Пациентка не проживает в Тель-Авиве, а в отдаленные части Израиля, поэтому осмотреть повторно ее удалось через три с половиной месяца, хотя по данным наблюдавшего ее врача у нее отмечалось значительное улучшение остротезвения еще и ранее. Как вы видите, у пациентки имелся недостаточный ответ на правом глазу и достаточно хороший ответ на левом глазу. Поэтому было принято решение о выполнении еще одной инъекции азордекса через 4 месяца после первой. So, one month, now we have a good follow-up, so one month after the second injection, she has a complete resolution of the edema in the left eye and an improvement in the right. I see it went down from 464 to 390, but still she has edema. And as you will start to inject osotex, you will see that not only patients respond immediately and sometimes it takes time and sometimes it takes repeated injection, just like with anti-VGF. Some of the patients with anti-VGF respond immediately and in some we do have to inject again and again and the response comes a bit later. This patient has been able to look for more short, a month, and you can see that she has practically разрешение отека на левом глазу и сохранение отека имеется все-таки на правом глазу. Однако с уменьшением толщины изотчатки с 464 до 390, но тем не менее, отек сохранялся. что же следует при этом отметить, что не все пациенты отвечают сразу на инъекции osotex, это практически так же, как и инъекции anti-VGF. У некоторых пациентов отмечается ответ сразу после первых инъекций, а некоторые приходится проводить инъекции вновь и вновь, и только затем вы получаете эффект. Итак, 4 месяца после вторых инъекций, again, there is recurrence от едема. So, мы делали третья инъекция и здесь мы видим, что только после третья инъекция инъекция, она имеет очень хорошую ответственность в правильный тип, с значительным увеличением визуальности до 665. At this point she also had an elevation in IOP of 225, which was well controlled with cosoft. At this point, she was assessed after 4 months after the second инъекция osotex. And since it was all taken off, it was a decision to make it to complete третьей инъекции osotex. At this point she was assessed after 1,5 months after the third инъекции. And as you can see, only after the third инъекции she was able to achieve a good response, a good response with a significant increase of the other eye. And this is a 59-year-old male who had repeated papasizumab injection in both eyes with no response. Then he was switched to running his umab injection. So there was some response and then recurrence of the edema in both eyes. And vision slightly deteriorated to 636. At this point, I usually endorse patients who do receive injections and still have macular edema. And I think I see treatable lesions in both eyes. So I did the fluorescein. As you can see, the macular edema and heart exudates in both eyes. And this patient already had laser treatment and she still has some treatable lesions in both eyes. And I did some additional laser to that patient. And I think in this case, Dr. 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 что они имеют эдема. Попробуйте сохранить их как много, как возможно, с драйвом. Эффект сходил на нет. И таких пациентов наблюдается достаточно много, особенно при длительных существующих окулярных отеках. Однако, следует сказать, что поскольку у них удается добиться эффекта, если у них нет повышения внутриглазного давления, то достаточно безопасно можно вводить им азурдекс каждые 4-5 месяцев, получая хороший эффект. И в настоящее время тогда существует тенденция и представление врача о том, что необходимо как можно дольше сохранять у пациентов так называемую сухую макулу, без отека. И чем раньше будет начато лечение, тем больше надежды на получение хорошего результата у таких пациентов. Телефта почти самая, поэтому я не буду говорить об этом. Поэтому, просто, чтобы выяснить, что мы говорили. Итак, как первая лечение, я думаю, что азурдекс может рекомендовать, первое, пациенты, которые у вас именитroller, которые вредят И для пациентов, которые уже уникали анти-ВЕГЕФ в первую очередь, и они не отвечают на анти-ВЕГЕФ, я думаю, что эти пациенты, которые не могут уникать очень высокого уровня ЕГФ, и они могут уникать от ОЗОДЕКС, и для того, чтобы не было времени, они могут уникать ОЗОДЕКС в первую очередь. И, конечно же, в пациенте женщины, у которых северо-макуларная эдема, у них уничтожена визитка, мы не можем ждать больше, чтобы их отобрать, мы можем начинать дать им 1 ОЗОДЕКС, и обычно 1 ОЗОДЕКС в первую очередь, и это будет уничтожение эдемы, и мы будем уничтожать визитку. Это пациенты из более старшей возрастной группы, потому что, как правило, это пациенты уже перенесшие операцию по поводу катаракты, и это те пациенты, которым сложно приходить на повторные ежемесячные визиты для проведения анти-ВЕГЕФ-инъекций. Это те пациенты, у которых уже имеется, как уже было сказано, псевдофакия, это пациенты, перенесшие витриктомию, об этом мы говорили, и было показано в больших клинических исследованиях, то есть это данные доказательной медицины, что таким пациентам инъекции могут быть безопасно выполнены. Если у пациента на одном глазу без успеха бы выполнились инъекции анти-ВЕГЕФ, то, может быть, стоит не тратить время зря на инъекции анти-ВЕГЕФа второй глаз, а сразу переходить к инъекциям Азурдекса. И это беременные пациентки, которым, как правило, оказывается достаточно одной инъекции Азурдекса до родов СПП, учитывая высокий риск применения анти-ВЕГЕФа и хороший эффект от Азурдекса в такой группе пациентов. Now, as a second-line treatment, I think we should, of course, offer it and use it to patients who had three or six анти-ВЕГЕФ injections and did not respond. Probably those patients who did not respond after six анти-ВЕГЕФ injections don't have high levels of EGF and they would not respond, and these are very good patients to switch to Азурдекса. And I think sometimes we see those patients who have макуляр эндико-химогетросекта. Теперь, если говорить о Азурдексе как препарате второй линии у пациентов с диабетическим макулярным отеком. В первую очередь, это те пациенты, которым выполнялись анти-ВЕГЕФ инъекции, 3-6 инъекций без эффекта. Особенно если пациенту выполнено около 6 инъекций анти-ВЕГЕФ без хорошего эффекта, можно думать о том, что концентрация ВЕГЕФ в стекловидном теле у них достаточно низкая, и таким образом, вряд ли у них будет получен хороший эффект от дальнейших инъекций, можно спокойно переходить на Азурдекса. And in patients that have macular edema and undergo cataract surgery, you know, in many of these cases, edema sometimes gets bigger, accrobates after cataract surgery. And we don't always know in diabetic patients if it's only pseudophactic CME or it's aggravation of the diabetic macular edema. Usually, probably, it's a combination, there is some inflammation after surgery. So I think those patients as well can benefit a lot from OZODEX injection. We know that for many patients with diabetes macular edema, после extracции cataract, состояние ухудшается, отек увеличивается. Скорее всего, это происходит из-за воспалительного компонента. И мы никогда не можем сказать, насколько большую долю в этом играет состояние, называемый синдром Мервин и Гесса. И, может быть, это как раз та группа пациентов, у которых будет получен лучший эффект при применении OZODEX, учитывая воспалительный компонент ocularного отека в данном случае. И, конечно, для пациентов, которые живут далеко, и это трудно, чтобы они приходят каждый месяц, и они молодые, и это трудно приходят приходить. И мы injectим ОЗODEX, и мы просто спросим от того, где они находятся, или где они находятся, чтобы проверить прессия. И если прессия будет хорошо, я думаю, что мы чувствуем довольно безопасно видеть их каждый месяц, и если они нужны, чтобы им дать инжекцию. Кроме того, это пациенты, которые в силу организационных причин или возраста не могут являться на ежемесячные осмотры, на ежемесячные инъекции, тогда мы выполняем им инъекцию АЗОРТЕКСа, и они находятся под наблюдением своего офтальмолога по месту жительства, который следит за внутривлазным давлением. Если давление не повышается, то таким пациентам, учитывая длительность эффекта АЗОРТЕКСа, можно выполнять и осмотры инъекции каждые 4 месяца, и чувствовать себя при этом достаточно хорошо. Поэтому я хочу очень благодарить вас за вашу внимание. Я хочу очень благодарить вас за вашу информацию. И я хочу задать вас за вопрос. Я хочу от всех нас тоже поблагодарить доктор Хольштейн за очень интересное сообщение. Какие будут вопросы, пожалуйста? Вопросы к нам. Значит, сейчас, пока отвечают на вопросы, сделают все для возможной демонстрации на экране техники имплантации АЗОРТЕКСа. Доктор Хольштейн это нам потом продемонстрирует. А сейчас, пожалуйста, вопрос уже там. Хорошо. Один и первый вопрос. Не можете ли вы привести данные о влиянии антивиджеф препаратов АЗОРТЕКСа на калибр собственных сосудов сетчатки? Вы имеете в виду уменьшение калибра сетчатки после антивиджеф инъекции, после АЗОРТЕКСа? Ну, ну, давайте. Ну, ну, у меня есть пример. Ну, конечно, мы здесь видим, что, может, из АЗОРТЕКСа какое-то обновление антивиджеф может каких-то полиэкли toreать эскиз, то есть реперальное эскиз может быть тем, что интернет и с отчеткой эскиз но и, конечно, я думаю, что они не смотрят оперативно-сетчатки, как совершенно не смотрят, что мы смотрим на антивиджеф have a more significant ischemia or an aggravation of the peripheral ischemia. On the contrary, they showed in the Rise and Ride study, which are the studies in which patients receive Lucentis every month for two years, they showed in the Rise and Ride that they had significantly less diabetic retinopathy or progression to proliferative diabetic retinopathy in those patients that receive Lucentis every month. So I don't think it does narrow the blood vessels or it does not increase the ischemia. About Ozodex, I am not aware that it definitely not aggravates the ischemia. It was shown, I think it was evaluated in the Geneva study, which was Ozodex from vein occlusion. They looked at the area of macular ischemia and it definitely did not grow after Ozodex. In some cases, it did even improve it. What they also showed is that the response to Ozodex was similar in patients that had macular ischemia and those that did not. So it's absolutely safe and even recommended to inject even patients who have macular ischemia. What about the issue of ischemia and azordex, there is a study of the ischemia, which was dedicated to occlusion of the ischemia. In this case, there was no evidence of the ischemia in the area of the ischemia in the area of the ischemia. And there was any embrace of these elements in the area of the ischemia, as such, as as it plummeted in the area of the ischemia. There were no evidence of which it has been associated with the ischemia in the area of the ischemia. You said that informed changes in the area of the ischemia that has been used for the issues to have been used for patients and not suggested to use, which it s a result of it is in a patient to use, as much as a result of it is. Are there any signs of the disease that ponsensate to cause a disease in the area of the ischemia, Продолжение следует... 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 Еще один вопрос, есть ли технические особенности введения имплантата в глаза Савитрии? Нет, никаких особенностей нет, единственное, что может быть стоит избегать тех мест, где были порты, то есть тех мест, где выполнялась склеротомия, и в остальном протокол инъекции совершенно такой же. Последний вопрос, как влияет применение азотекс на уровень сахара в крови? Нет, ответ нет. Извините, сейчас давайте добавлю. Если при наличии эпилитинального фиброза макулы, есть ли наблюдение влияния азотексом в течение сопутствующего эпилитинального фиброза макулы? Если есть эпилитинальный фиброза макулы, то есть ли обестрелы? Это зависит от того, как в течение стекла. Если есть эпилитинальный фиброза макулы и мы думаем, что эдема не только из-за тракции, мы попробуем осудок или анти-вежев, но если это плотная макулы, то я думаю, что это недостаточное время, и пациент должен идти к инъекции. Мы можем добавить после инъекции азотексом, но я думаю, что если мы не разрешим тракцию, то эдема не будет решена. При эпилитинальном фиброзе все зависит от толщины мембраны. Если мембрана тонкая и есть вероятность уменьшения отека в результате инъекции, это следует делать. Если же мембрана толстая и именно она вызывает отек, то без витрактомии, без удаления этой мембраны никакого эффекта не будет получено от азотекса, и это только потеря времени. Возможно, инъекции азотексом нужно будет выполнить после витрактомии. В одном из ваших сообщений о многоцентровом исследовании по коррекции мукулярного отека резистентного были приведены замечательные результаты по поставлению зрительных функций, но процент гипертензии составлял довольно значительную цифру. И там же любопытные сведения были приведены по имитации инъекции, где тоже процент гипертензии был довольно велик, почти 9 с лишним процентов. И тогда возникает вопрос, можно ли считать, что истинной причиной гипертензии в этих случаях азотекс являлся в меньшем проценте случаев, это раз. И второе, каким образом профессор оценивает вероятность развития гипертензии после антивейджиев инъекций. Спасибо. Продолжение следует... 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 Применение местной гипотензивной терапии. То есть, в клинической практике, пациенту, которого отмечается повышение внутриглазного давления после первой инъекции азурдекса, ему назначают местную гипотензивную терапию, скажем, давление снижается по Гольдману, снижается до 14, и тогда можно попробовать давление. Отменить препарат и, выполнив вторую инъекцию, она тогда назначает пациента на контрольный визит через месяц, проверяет давление, если давление вновь повысилось, вновь назначается гипотензивная терапия, и тогда такому пациенту уже гипотензивная терапия при применении азурдекса не отменяется. Применение местной гипотензивной терапии. Что касается антиангиогенных препаратов, то чем больше у нас опыт проведения таких инъекций, тем больше мы сталкиваемся с повышением внутриглазного давления. Конечно, это, как правило, не происходит после первой антибиджеф инъекции, но учитывая, что есть пациенты с возрастной генеральной генерацией, с венозными окклюзиями, которым проводится очень большое количество инъекций, но, наверное, в 10-15% когда-либо у них может встретиться гипертензия, авторная гипертензия. Применение местной гипотензивная гипотензия. Применение местной гипотензии. Какое типо продуктивное препараты, в качестве препаратов, проживающие препараты? Применение местной гипотензии. Вы имеете в виду, что мы используем? Я считаю, что мы начнем с антипростоегландин. обычно начинается с Ксалатан или Траватан или Косов. Это зависит от доктора, зависит от их предприятий. Но я думаю, если мы можем дать один брак, то мы должны... Вы спрашиваете, потому что антипрестагландин может ограбить иедема? Ну, некоторые люди говорят, но мы не верим. Ксалатан или Траватан, которые, как сказал доктор Кольшейн, они применяют, приведет к увеличению, ухудшению состояния пациента с окулярным отеком. Нет, они так не считают. И, как правило, они назначают либо Ксалатан-Траватан, либо Косовт. И я полностью поддерживаю это мнение. Спасибо. Нет вопросов? Нет больше вопросов? Следующий вопрос. Вeren�. Хорошо. На вопрос касается целого алгоритма ведения пациента с диабетическим окулярным отеком, я бы хотела спросить, это алгоритм как-то рекомендованный, централизованный в Израиле, или это ваш алгоритм лично принятый в клинике? Иными словами, есть ли в Израиле алгоритм, отработанный Минздравом для ведения окулярного отека, как это есть в некоторых европейских странах? Или же в каждой клинике врач волен решать сам, как он действует, как это происходит, например, у нас. Спасибо. 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 Пациенты, имеющие вот эту дополнительную страховку, а, как правило, платят около 10% реальной стоимости за инъекцию. Но, как я показывала, если это пациент, который был ранен, то мы можем задать специальные требования, и иногда они будут approved to get Osrodex's first leg treatment. Иногда, однако, как уже говорилось, если это пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения недавно перенесены, если это беременные и так далее, то есть если имеются какие-то ограничения по применению Avastina, тогда может быть выполнен специальный запрос, и очень часто удается получить подтверждение на терапию Osordex's как препараты у первой линии у таких пациентов. Однако, если доктор Галчин не ошибается, Акт-Ат-Ат-Эмалу... В акте Автомологика в 2012 году был круглый стол посвящен обсуждению терапии у пациентов с диабетическим окулярным отеком. Именно там было сказано, что пациентам с псевдофакией можно применять Avastina как препарат первой линии, и, как вы видели, МЭА, то есть Европейское агентство разрешило применение этого препарата как препарата первой линии у пациентов псевдофакии. И я хочу сказать, что Григорий мне говорил, что он был очень милым, и я готова дать мне презентацию, и Григорий сказал, что он будет переведен в Россию, и будет отправить вам всю презентацию. Поскольку мне бы хотелось поделиться с вами этой презентацией, говорит доктор Галчин, я и Григорий Левтан обещал в этом помочь, то презентация будет переведена на русский язык, и вы будете иметь к ней доступ. Спасибо большое, спасибо большое. И сейчас демонстрация. Давайте начнем практику. Видите, решения принимаются очень простые. Что-то оплачивается, а что-то не оплачивается. Что-то не надо никаких приказов. Итак, я не знаю, если вы в России используете калибр для измерителя 3.5 мм. Пользуетесь ли вы калибром для измерителя 3.5 мм? Реоцировка. Реоцировка? Окей, потому что, как мы делаем, и это самый лучший тип, что я могу дать вам, что когда мы поставим полигон-иодинку на измерителя, мы делаем это с небольшим сиридом. И... 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 Очень простое предложение. Вы же применяете повидон йод для дезинфекции и шприц. Диаметр поршня, как правило, составляет 3,5 мм. Таким образом, доктор Гольштейн, выполнив дезинфекцию конъюнктивальной полости, прикладывает этот поршень и вдавливает его чуть-чуть в конъюнктиву, таким образом, чтобы край круга будет составлять 3,5 мм, потому что это диаметр поршня. Это кончик шприца, на который, да, кончик шприца, на который, 3,5 мм, you just put it, and you have, when you have form it on йод, then you immediately have a circus. Это внутренний часть, на которую потом надевается боша. Тот конец, на который надевается боша. Тот конец, на который надевается боша. Доктор Гольштейн всегда открывает упаковку в горизонтальном положении. Вы снимаете бочок, и затем вы должны вынуть ограничитель. Доктор Греб, okay. И, конечно, вы должны быть методом, но не помнили. И, конечно, это, что получается, что в диаметр поршнем, уж без напряжения антиби-гф, Регулярный анти-БГФ вы просто используете вот так. И с Озродексом вы делаете немного тракт в склэра, и потом вы попадаете в глаза. И вот так, потому что это немного большая игла. Таким образом, у вас есть самостоятельная инцидиция, и у вас нет лимфа. Единственное отличие от анти-БГФ инъекций состоит в том, что диаметр шприца, вы видите, как сейчас доктор Гольшейн его держит, то есть она придерживает кнопку, но не нажимает на нее, состоит в том, что из-за большого диаметра всегда боятся подсачивания внутриглазной жидкости через канал. И поэтому первый этап – это инъекции как бы в более горизонтальном положении, с тем, чтобы в дальнейшем этот канал, как при факторегульсификации, закрылся сам под действием внутриглазного давления, и не было бы фильтрации жидкости. Нет специального места для выполнения инъекций, инъекцию можно выполнить в любом квадранте. Доктор Гольшейн говорит, что поскольку она правша, она выполняет инъекцию, как правило, в верхневисочном квадранте, и просто так удобнее, не потому что существуют к этому какие-то требования или ограничения. Некоторые сделают инъекции в нижних квадрантах. Небольшой прокол в слоях склерой. И затем борется прямо к нам в айке. Очень яркий внутренний, и очень сильно клиент. И затем, когда с залаю очки при perfektен, и потом остеродекс принесет только в айке. И на пути обычно яierno yo технику в одноврь живет, и прист akht zara, когда вы живете с остеродексом я привлекаю его отрез tapшую меч прокол в слоях склера, а затем уже прокол внутрь глаза, и поскольку игла достаточно острая, это не требует большого усилия, затем вы нажимаете на кнопку, слышите такой щелчок, это означает, что Azurtex уже внутри глаза, и в другой руке она при этом держит банничек, которым сразу же прикрывает отверстие после выведения иглы с тем, чтобы не было выпадения стекловидного тела. Склера прокалывается очень легко, потому что это острый инструмент. Сначала очень небольшой участок параллельной лимбы, затем прокол. Можно что-то попробовать, хотя здесь и нет Azurtex, но можно просто попробовать прокол, как выполняется прокол в склере, сначала вот в слоях склера, а затем уже внутрь глаза. в слоях склера. Но я тоже люблю делать интеронацию. Для меня, как, носа стекла. Поэтому я не люблю это делать. Я люблю это делать вот так. Это легче для меня. Но это же самое. Вы делаете немного трак, и потом просто в глаза в глаза, очень мягко. Вы преслили. И потом, когда я его отрезаю, я делаю в нижних отделах, но немножко мешает нос, поэтому доктор Гальштейн это не очень нравится, но мы можем делать и в нижних отделах. Все делается абсолютно так же. Банечек ватный держит около 10 секунд, и затем вмешательство закончено. Я пыхаю еще. Не знаю... Благодарим Вас за внимание, говорит доктор Гальштейн, есть ли какие либо вопросы касающиеся именно того, каким образом выполняется эта инъекция? Вы не должны волноваться в том, где находится азурдекс. Как только вы выполнили прокол, вы услышали щелчок. Это значит, что азурдекс уже внутри глаза, и вы можете не беспокоиться, не осматривать пациента специально, чтобы установить его положение. Спасибо большое. Спасибо большое. Значит, безмерение используется, все-таки слово, наверное, будет правильно, не камеру или шприца, правда, на которую надевается игла. Вот это будет правильное слово. Есть еще вопросы. Нет больше вопросов? Тогда я хочу всех поблагодарить от имени компании, от имени докладчиков за внимание, за добрые отношения и хорошие вопросы. И до новых встреч. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...